Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Камила Татлыева. О событиях и жизни университета расскажем в ближайшие несколько минут. Итак, смотри сегодня выпуски. Преподаватель из Казанского Федерального Университета удостоен высшей награды. В Геологическом музее Казанского Федерального Университета появился необычный экспонат. Казанский Федеральный Университет продолжает сотрудничество с Microsoft. Казанский Федеральный Университет и компания Microsoft рассмотрели перспективы дальнейшего сотрудничества. Целью встречи стало развитие стратегического и взаимовыгодного партнерства для обеспечения безопасной и эффективной инновационной среды внутри университета. 23 сентября в онлайн формате состоялась встреча руководства Казанского федерального университета и представителей компании Microsoft. Microsoft это давний партнер Казанского университета, который во многом поспособствовал плавному хождению КФО в дистанционный формат. Благодаря нашей совместной работе, вашей поддержке, в том числе, мы смогли достаточно успешно с марта месяца перейти в онлайн режим работы, преподавания. Это касалось и педагогического образования, и в целом образования в нашем университете. Важно отметить, что Microsoft особо фокусируется на дальнейшем развитии партнерских отношений с КФУ, ведь многие проекты университета перекликаются с тем, что делает компания. Университет мог бы стать хорошей базой для действительно выработки, консолидации методологии, выработки и консолидации лучших практик в области дистанционного образования, как для средней школы, так и для высшей школы. Отметим, что целью встречи стало обозначение возможного стратегического и взаимовыгодного партнерства для обеспечения безопасной и эффективной инновационной среды внутри университета. Диана Шилова, Леонард Влетьяров, Универньюз. Казанский федеральный университет разработал уникальный проект для преподавания иностранным студентам. Как это работает, мы расскажем в следующем сюжете. В этом году в Казанский федеральный университет поступило более 10 тысяч иностранных студентов. Ежегодно университет открывает свои двери для учащихся из 35 стран мира. Каждый из них является носителем собственного родного языка, что не должно стать проблемой для получения качественного образования. Профессор Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета Салихова-Ляйля разработала проект, который позволит иностранным студентам без труда получать новые знания. Идея моего проекта состоит в том, что, ну, наверное, согласитесь со мной, что в сегодняшнем мире классы, студенческие аудитории, они все лингвистически диверсифицированы. Что это значит? Это что значит, в аудитории или в классе сидят представители различных культур, и для которых родным языком не всегда является язык обучения. И как улучшить эффективность математического образования, используя когнитивный потенциал билингвизма и полилингвизма. Профессор отметила, что человек, владеющий несколькими языками, имеет большие когнитивные преимущества, чем монолинговые. Это, конечно, результат деятельности моей в течение 20 лет, потому что я 20 лет преподаю математику на английском языке в институте математики и механики. Я выпускница, это моя альма-матер. Но так сложилась судьба, что я долгое время заведовала кафедрой билингвально-цифрового образования. И сейчас мы на базе института филологии и межкультурной коммуникации готовим учителей, в частности, и математики, и информатики на полилингвальной основе для наших полилингвальных школ. Также следует отметить, что Ляйли Салиховой за разработанный проект была присвоена государственная премия Республики Татарстан имени Мирзы Исмаиловича Махмутова. Профессор выразила благодарность Казанскому федеральному университету за предоставленные условия, а также коллегам и студентам, подметив, что это их общая заслуга. Полина Корнеченко, Виолетта Басова, Универ Ньюз. Использование нефти в современном мире тесно связано с энергетикой, машиностроением и другими промышленными отраслями. Вот только с каждым годом количество черного золота в недрах земли становится все меньше. Ученые разных стран думают над решением задачи, как эффективнее использовать отходы нефтедобычи, в том числе нефтяной кокс. Что это за продукт и чем он интересен для науки? Тему продолжит наш корреспондент. Современный мир плотно завязан на использовании топливно-энергетических ресурсов. Энергетика, машиностроение и многие другие промышленные отрасли используют продукты переработки нефти в качестве топлива и не только. Бензин, дизельное топливо, мазут – все это так или иначе используется. Однако после переработки нефтепродуктов остается довольно много остатка нефтяного кокса. С каждым годом количество нефти на планете снижается, и ученые всего мира ищут решения для более рационального использования энергетических ресурсов. Так ученые Казанского федерального университета исследуют этот твердый остаток от переработки нефти, чтобы научиться более эффективно использовать его. Способ уже был давно известен, его применяют, но проблема была в том, чтобы воссоздать его в лабораторных условиях и проанализировать. Особенно сложно в таком режиме, в псевдожижном слое, проанализировать влияние малых эффектов. И цель, конечно, проекта – это подбор эффективных катализаторов для сжигания нитиного кокса. То есть цель ближе к энергетике. Сам по себе кокс, как продукт постпереработки нефти, не представляет особой ценности. На производствах его остается очень много, и чаще всего компании принимают решение просто захоронить продукт в земле, так как стоимость его переработки бывает намного больше, получаемые в итоге ценности. Однако, по словам ученых, в нефтяном коксе содержится очень много химических элементов. На данный момент ценность нефтяного кокса, если говорить по стоимости, невелика. Это один из самых дешевых видов топлива. Ценность его раскроется, если мы научимся его правильно использовать. Сейчас идет тенденция более глубокой переработки нефти, получения из нефти максимум, что возможно, чистых углеводородов – это газов, бензинов. Нефтяной кокс уже используют как в России, так и за рубежом. Однако эффективность используемых методов крайне мала. Как и рассказали ученые, если удастся найти более продуктивный способ для использования кокса, он сможет хорошо послужить в энергопромышленности. Эта цель лучше, потому что мы будем сжигать не чистый продукт, а отходы. По сути, отходы нефтепереработки. То есть, используя эти отходы, мы сможем получить электроэнергию и тепло, надеюсь, для каких-то лучших целей. Лев Диденко, Велита Басова, Универньюс. В одном из казанских музеев недавно установили необычный экспонат. Мультимедийный шар показывает много разных данных о Земле. Расположение литосфер, формирование циклонов, магнитные поля и множество других интересных вещей. Особенность экспоната в том, что посетители могут взаимодействовать с ним, выбирая ту или иную информацию. В каком музее установили чудо техники? Наш следующий сюжет. Изучить расположение магнитных полей Земли, посмотреть, как сдвигались материки за все время существования нашей планеты. Или же просто изучить течение гольфстрима. Раньше для этого нужно было просмотреть много научной литературы, но сейчас, когда прогресс не стоит на месте, решение найдено. Мультимедийный глобус. Интересный экспонат, совсем недавно установленный в Геологическом музее имени Штукинберга Казанского федерального университета, может помочь как студентам, так и всем посетителям музея найти ответы на те или иные вопросы, связанные с Землей. Ну вот, мультимедийный проекционный этот комплекс показывает большое количество данных по наукам о Земле. Процессы формирования циклонов, границы литосферных плит, как двигались, как формировались континенты и многое другое. Несмотря на то, что это музейный экспонат, правила не прикасаться на него не действуют. Любой желающий может сам с помощью сенсорного экрана вывести на глобусе необходимую информацию. Все посетители смогут с помощью сенсорного экрана сами управлять сферой, вращать, замедлять или ускорять процессы на Земле. То есть, придя сюда, мы сможем, любой человек сможет узнать, а как же Земля у нас сформировалась, как происходили все эти процессы. Сам глобус показывает множество данных от разных наук о нашей планете. Процессы формирования циклонов, экстремальные события, такие как землетрясение, ураганы, извержение вулканов, границы литосферных плит, то, как двигались и формировались континенты и многое другое. Помимо этого, существует отдельный ряд презентаций, посвященных космосу, о планетах и спутниках и даже о Млечном пути. Это очень интересно, когда ты наяву видишь, когда ты, вот когда я училась, учились только по книжкам, а сейчас это можно, вы знаете, визуально, когда видишь, как это движение всего, особенно вот движение литосферных плит, это настолько интересно, вот я когда посмотрела, правда интересно, приходите обязательно посмотрите. На этом все. Не забывайте смотреть на социальных сетях. До новых встреч!